Дорогие участники круглого стола Могу открыто сказать послушному и работающему только в угоду действующей власти Центризбиркому Кыргызстан очередной раз лишил себя возможности признания международным сообществом в истинном смысле демократическим и правым государством Поскольку не смог обеспечить равное избирательное право для всех кандидатов в президенты Кандидатов находящихся в местах содержания под стражей Безусловно в данном случае речь идет о лидере политической партии Атамикена Умирбек Черкесовича Текибаева Ссылаясь на нормы международного права и национально избирательного законодательства Вы знаете все, что Текибаев независимо от нахождения в СИЗО ГКНБ, то есть в местах содержания под стражей Соглашаясь с решением съезда политической партии Атамикена и Кучту Кыргызстан Изъявил желание участвовать на предстоящих президентских выборах 2017 года Понимая, что отдельные представители действующей власти, ставшие главными организаторами политических гонений Нерадимых на их взгляд оппонентов Политическая партия Атамикен и политическая партия Кучту Кыргызстан Принимают совместное решение о выдвижении Текибаева на пост президента путем самого движения Кстати, именно Текибаев первый выдвинулся с наличием своей политической партии путем самого движения Бесспорно, выдвижение Текибаева в такой форме привело в замешательство действующую власть Поскольку и представители власти, и Центризбирком ожидал проведения партийного съезда по выдвижению Текибаева Забыв о том, что данное политическое решение еще было принято в начале марта 2017 года 17 июня 2017 года внезапно для действующей власти подачи Текибаевым личного заявления о участии на президентских выборах Путем самого движения не оставило возможности в отказе принятия Центризбиркома Как свидетель, и как человек, который подал документы у Мирбека Черкеши Текибаева, хочу отметить Буквально по истечении минуты после подачи документов Председатель Центральной избирательной комиссии вызвал принимающего документы со всеми И со всем перечнем, чтобы проверить и возможно найти какие-то способы в отказе в принятии тех документов Текибаев в соответствии с Конституционным законом о выборах президента и депутатов Дюркенша Кыргызской Республики 24 июня 2017 года был признан Центральной избирательной комиссией Соответствующей требованиям кандидатов президента Хочу отметить, что ответа от ЦИКа мы добились только на седьмой день И то письменным обращением, поскольку согласно избирателям и законодательству Они обязаны ответить в течение пяти календарных дней Соответствуют кандидат, либо не соответствуют Начиная с этого периода представители штаба кандидатов президента Текибаева Начали организационно вести работу по сбору подписей в поддержку своего кандидата Хочу отметить, что было собрано более 60 тысяч подписей Но понимая опять-таки необъективность ЦИК, в том числе и рабочей группы Нами было подано 38 643 Тщательно проверено Ахмат Кельдебеков, Исхак Масалиев и другие Правильно поднимают вопрос по поводу того, что Центральная избирательная комиссия обязана после принятия документов Согласно избирательному законодательству, как сказал представитель ЦИКа Харат Усман Алиев Обязан выдать результат в течение 10 календарных дней Но этого не сделали Ни Рите Карасартовой, ни Ахмату Кельдебекову, ни другим Понимая вот этот документ Согласно той инструкции, которую они приняли о порядке сбора подписчиков Они в течение 10 календарных дней должны были выдать ответ Достоверные они, недостоверные и так далее А потом отвечу по ответу Ахмату Кельдебека Сарива Чтобы признать подделкой ту или иную подпись, либо сведения Нужно все другие образцы подписей свободные Стук 10-1 человека, только в этом случае Касательно тех подчерковедов, которые проверяли Они носили только рекомендательный характер Подчерковеды нигде не подписывались И самое интересное, например, по Текибаеву Они приняли 30 508 голосов действительными Но опять-таки ссылаясь на финансирование И мне непонятно Айрат Бердебекович ответ по поводу того Я поддержал Искак Масалиева Но вместе с тем по аналогичной ситуации Получается, что не поддержал Текибаева Мне тоже непонятно В своем решении по отказу Амурбеку Черкешовичу Признание его недостоверными и недействительными В первой странице они указывают Что 8 135 подписей считаются недействительными И недостоверными Отсюда следует, что 30 508 они считаются достоверными Для Текибаева была большой проблемой И сдача тестирования Сначала позиция Центральной избирательной комиссии А именно Алмаз Асаналиев и Елена Делкичева Принимали решение о том, что они обратятся Как и в Национальную комиссию Так и в ГКНБ для того, чтобы обеспечить Реализацию избирательного права Амурбеку Черкешовичу Текибаева Но вместе с тем Позиция Центральной избирательной комиссии Буквально на завтрашний поменялась И они уже никуда обращаться не стали Ссылаясь как раз таки по вашему доводу Как вы давали пресс-конференцию О том, что это компетенция суда Но вместе с тем суд опять-таки указал Что это меня не касается Я решаю только вопросы меры пресечения А касательно реализации избирательного права А это задачи Центральной избирательной комиссии Обеспечение равных правовых условий Для кандидатов и для граждан Хочу отметить, что для Центральной избирательной комиссии Заключая, да Для кыргызского государства Создавался хороший прецедент Прецедент того, что Находящихся в местах содержания подстража А есть презумпция невиновности Имеют право полное участвовать Как на президентских, так и на парламентских выборах Поскольку решения суда на тот момент Даже после его вынесения не было Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok